На этом занятии мы поговорим о мессианской общине в современном Израиле. Этот курс мы начали с изучения цели Бога для еврейского народа, и Он даст нам наследие, землю израильскую. Но чтобы мы были духовными людьми. Бог говорит об этом Моисею в 19 главе книги «Исход». Он говорит, будете у Меня царством священников и народом святым. Когда Бог призвал нас из Египта, Он призвал нас быть народом поклонников. Моисей должен был сказать это фараону. Вы помните эти слова? «Отпусти народ Мой, чтобы они поклонились Мне в пустыне». Итак, мы сказали, что недостаточно просто жить в Израиле. И Бог хочет возродить Свой народ, как только Он возвратится в Израиль, чтобы восстановить общество настоящих поклонников. Помните слова Ишуа в 4 главе книги Йоханана, Иоанна? «Отец ищет Себе поклонников, которые будут поклоняться Отцу в Духе и Истине». Это равносильно воскрешению Богом мертвых. Мы читали об этом в 37 главе Иезекииля. «И узнайте, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и вложу в вас Дух Мой, и оживете». Это можно увидеть и в нашей молитвенной книге, в Сидуре, в молитве под названием «Амидар». Шмоне Ацерет, 18 Благословений. В молитве мы поклоняемся Богу. Мы обращаемся к тому, кто воскрешает мертвых. «Мехае Метим». Он дает жизнь мертвецам. Как Бог дает жизнь мертвецам? Так, как сказано в книге Иезекииля, посредством своего Духа. Именно так, как говорится в книге Римлянам. «Если тот же Дух живет в вас, который воскресил Мессию из мертвых». Это воскресение. Это пробуждение. Работа Божьего Духа. Бог — это Тот, Кто воскрешает мертвых. Только живой Бог может дать жизнь мертвецам. Что Он и делает в наши дни. И мы также хотим быть вовлеченными в это. Да? Корректо? Корректо? В 30 главе Еремии мы читаем следующее. «Его дети будут предстоять перед Ним. И их собрание утвердится предо Мною». Чтобы возвратился Мессия, в Израиле должна существовать мессианская община. Должно быть сообщество людей, которые следуют за Иисусом, Мессией. Помните контекст конца 23 главы Евангелия от Матфея? И Ишуа обращается к жителям Иерусалима. И Он говорит, «Не увидите Меня отныне, доколе не воскликните. Благословен гряды во имя Господне». Чтобы Израиль услышал благую весть и откликнулся на эту благую весть об Иешуа, в Израиле должна существовать мессианская община. И поэтому в завершение нашего учения об Алии я хотел бы уделить внимание мессианской общине Израиля. Я верю, что это великая цель Бога в отношении Алии. Вот почему Он возвратил меня в Израиль, как и тысячи других. И это то, почему Он хочет возвратить многих из вас в Израиль, помочь создать мессианскую общину. Прежде чем перейти к докладу о том, как это происходит в Израиле, я хотел бы сфокусироваться на плане Бога для мессианской общины в Израиле. Где можно его увидеть? Это написано в книге Деяний. Это была первая мессианская община. Я верю, что Бог дал нам в пример книгу Деяний. Было ли у учеников самое ясное понимание? Ведь во временном промежутке они были ближе всего к Иешуа, как и во взаимоотношениях. Они жили с Ним. Ходили с Ним. Понимали Его цели. Они жили Его Духом. И Он оставил им указания. И они были в Его присутствии. Я хочу следовать за ними. Я хочу понимать, что происходило среди первых мессианских евреев. За всю историю это была наиболее плодоносная мессианская община. Три тысячи евреев пришли к вере в первый день существования общины. Я бы сказал, что это очень эффективное мессианское служение, не так ли? Итак, что же они делали? Как они жили? Чему они придавали особое значение? Что было для них важно? Что они искали? Как они пытались жить? Я думаю, если вы внимательно посмотрите на это, то у вас сложится потенциальная картина того, чего же хочет Бог от мессианской общины в Израиле. Это также можно применить и за пределами Израиля. Но тот факт, что это произошло в Израиле, не случайность. Это ключевой момент. Это мессианская община Израиля, как и предназначил Бог. Я нашел пять основных качеств первой мессианской общины. Уверен, что вы сможете найти еще больше. Мы пересчитаем их на пальцах руки. У нас пять пальцев на руке, думаю, этого достаточно. Я не знаю, что я делаю с шесть пальцев на одной руке. Не знаю, что бы я делал с шестью пальцами на руке. Это было бы слишком много. Этому пункту я дам другое имя. Поэтому, если вы конспектируете, то можете обозначить его под номером один. Первый пункт последнего раздела. Я хочу назвать его «Единодушие». Это план Бога для мессианской общины в Израиле. Поэтому откройте вместе со мной книгу «Деяний», где мы увидим этот замысел. И мы рассмотрим эти пункты. Первое качество общины книги «Деяний» «Ешуа был Господом и Мессией». Фокус был на Нем. В первом послании Петра, во второй главе «Деяний», с 14 по 36 стихи, Петр снова и снова говорит об «Ешуа». Начинает свою проповедь с упоминания пророка Иоиля, потому что это был первый вопрос. Почему эти люди так странно себя ведут? Но затем, в 22 стихе, «Мужи израильские, выслушайте эти слова». «Ешуа Назарея». «Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас». Всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Насколько это смело. Звучит, как провокация. Петр как будто вызывается на драку. Он говорит очень сильно. И продолжает говорить об «Ешуа». Он цитирует псалмы о воскресении. И затем, в 29 стихе, Петр говорит, «Да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен». Будучи же пророком и зная, что Бог, с клятвой, обещал ему от плода, чресил его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его. Нравится ли вам то, как он показывает связь с Танахом? Апостолы проповедовали из Танаха, еврейских писаний. Когда я готовился, читал этот отрывок, я думал про себя, «Эйтан, ты снова должен изучить эту проповедь». Это классический урок о проповеди. И находится в 29 стихах. И начинается с 14 стиха. И это, в принципе, только описание. 14 стих он говорит «Мужи иудейские». И к 36 стиху он завершил проповедь. Извините, потом в 38 и 39 стихах он призывает. Поэтому с 14 по 39 стихи. Это немногословная проповедь. Петр говорит о Мессии, основываясь на Танахе. Дух Святой на нем. Петр творчески проповедует на основании Танаха. Он говорит о воскресении Мессии. 32 стих. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». После чего происходит излияние Духа. 36 стих. «И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распили». И не только здесь, но и во всей книге «Деяний». Деяние 3.14. Но вы у святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу. «А начальника жизни убили». Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете. И вера, которая от Него даровала Ему исцеление себе перед всеми вами. 17 стих. «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». «Бог же, как предвозвестил устами всех Своих пророков пострадать Христу, так и исполнил». Мы можем перечислять дальше и дальше. Это красиво. 26 стих. В конце 23 главы. «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Не это ли мы проповедуем? Если это не так, то это должно стать нашей проповедью. В некоторых наших общинах нет достаточной сил. Наш евангелизм неэффективен. Почему? Может, мы проповедуем не то, что надо? Апостол Павел проповедовал о распятии Ишуа и о сораспятии себя. Предлагаю возвратиться к нашему учебнику. Да, мы верующие евреи. Так давайте же укореним послание о Мессии в еврейских писаниях. Но Мессия должен занимать центральное положение. Ишуа не был просто теологической частью речи среди первых верующих. Он не был просто еще одним пунктом, во что они верили доктринально. Он был их страстью. Они влюбились в Него. Они горели огнем с вестью о том, что Он был ответом Бога. Они смотрели на Него, как на жениха, как на своего возлюбленного. Нам нужна такая апостольская любовь к Ишуа. Для апостолов все начиналось с Него. А как насчет нас? Переместился ли Ишуа с первого места в нашей жизни куда-то ниже? Я был вовлечен в еврейское служение. В служении мессианских еврейских общин. Уже более 25 лет. Я знаю наше движение. И иногда это становится тенденцией. Давайте не позволим этому случиться. Давайте проверим себя. В свете апостольских стандартов. Бог призывает нас обратно в апостольский мессианский иудаизм. Возлюбленный — это пример. И если мы следуем Ему, то увидим такой же плод, какой описан в книге Деяний. Также будет больше гонений. Но мы не будем убегать от них. Второе качество первой мессианской общины в Израиле укоренение их веры в Торе. И мы видим рождение общины в день Шавуот. Бог избрал этот праздник. Не менее, чем Он избрал Песах, как день жертвы Ишуа. Корни их веры были в Торе. Они жили в соответствии с библейским календарем. Они поклонялись в храме. Они продолжали оставаться евреями. Это сказано в 21 главе Деяний. Посмотрите, насколько они ревновали о законе. Они знали, что не были спасены делами закона. Но закон Моисея, путь Моисея были основанием их жизни. И до прихода Мессии все это указывало на историю спасения. Благодаря системе жертвоприношений крови, данной Моше. В 21 главе 20 стих. Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Потому что до Павла доходят обвинения в том, что он учил против закона. И они говорят, послушай, ты должен исправить ситуацию и сказать что-то в свое оправдание. Скажи людям, что ты не против обрезания еврейских мальчиков. Павел так и сделал. Своей жизнью он доказал, что не отвергает Тору. И повторяет это снова и снова, особенно в послании к римлянам. Тора Моисея хорошая и праведная. И я думаю, что это еще один предмет, который вы будете изучать в библейской школе. У нас нет достаточно времени, чтобы уделить внимание взаимосвязи Торы и Нового Завета. Это ясно, что первые верующие принимали Тору как основание своей жизни. Конечно, Ишуа — единственное основание. Но они продолжали жить так, как жили раньше. Для них не возникало вопроса, должны ли мы, как евреи, почитать Тору. Вопрос звучал по-другому. Должны ли мы требовать от язычников соблюдение Торы? Это была тема Иерусалимского совета, о котором говорится в 15 главе Деяний. Никогда не возникало вопроса. Эй, может быть, нам перестать быть евреями? Этого нет нигде в книге Деяний. Третье качество мессианской общины в Израиле первого века — это пример для нас. Это руах — сила Духа Божьего. В день Шавуот Дух Божий пришел в силе. Мне нравится читать об этих событиях, поэтому давайте так и сделаем. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Иешуа сказал им ожидать. Это было обетование Отца. Та сила, о которой Иешуа говорил в первой главе Книги Деяний. Помните? Он сказал, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли». Это наше призвание. Мы не можем исполнить это без силы руах. И они продолжали совершать знамения и чудеса. После смерти Иешуа эти чудеса не прекратились. Иешуа оставил им поручение, не так ли? Что он сказал им? «Следуйте за мной так». «Исцеляйте больных», «Воскрешайте мертвых», «Изгоняйте демонов». «Даром получили, даром давайте». Это мессианское Евангелие. Это то, как я хочу жить. Я жажду так жить. Я просто отчаянно желаю так жить в Израиле. Наши люди должны видеть проявление силы Бога, чтобы не мы оказывали на них впечатление. «Да не будет так». Я не могу произвести никакого впечатления. Все, что производит впечатление, приходит с неба. Бог хочет снова завоевать наше внимание. Почему он сказал им, что эти знамения будут подтверждать Евангелие? Потому что это стержень. Чудеса — это доказательство того, что наши слова — это правда. Поэтому они исцелили больного у ворот. Тень Петра падала на людей, и они исцелялись. В других ситуациях грешники падали замертво. Это также была сила Бога. И мы можем перечислять пример за примером из книги Деяний. Деяний Духа Святого. Это название нашей книги. Войдем ли мы в это? Бог призывает нас войти в это снова. Я знаю, что мы не видим этого. Вы знаете, откуда я знаю? Потому что в течение последнего года я молился в Израиле за исцеление моего коллеги, и он не был исцелен, и отошел к Господу. Наш возлюбленный собрат, лидер Гамалию Ашар. Мы молились и постились. Провозглашали Божью работу. Он не был исцелен. Но Бог не хочет, чтобы мы расстраивались. Гамалиил всем своим сердцем верил в свое исцеление. Мы будем терпеть поражения в некоторых битвах на нашем пути. Но Божье Слово все так же истинно. Он хочет восстановить это в мессианском движении. Поверите ли вы в это восстановление? Нам нужна сила в свидетельстве. Это вопрос исполнения Божьего Слова. Исайя говорит, что хромые будут ходить, и слепые увидят. Это часть программы возвращения в Израиль. Качество номер четыре. Община. В этой же главе, во второй главе Книги Деяний, где мы увидели центральность Ишуа, основание Торы, видели силу Руах, также мы видим установление жизни общины. Мне нравится эта часть. Давайте прочтем 42 стих. Это было сразу же после того, как три тысячи человек присоединились к Царству Божьему. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе. И много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность. И разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Очень много слов нужно подчеркнуть здесь. Но фраза, которая коснулась меня больше всего, простота сердца. Пусть у вас будут простые сердца. Это основание общины. Не завидовать друг другу. Не беспокоиться о том, чего нет у меня и что есть у моего ближнего. Они давали друг другу то, в чем каждый нуждался. Это радикальная община. Я искал этого, когда был еще хиппи и жил в горах. Люди делились своими вещами и не были эгоистами. Люди на самом деле жили вместе. На самом деле любили друг друга. На самом деле помогали друг другу. И делились друг с другом вещами этого мира, этой планеты. Это было частью их силы. Они не удерживали это у себя. Современная западная индустриальная жизнь стала очень индивидуалистической. Не все в ней хорошо. В ней есть что-то очень хорошее, что-то совершенствуется. Некоторые возможности медицины. Некоторые аспекты в технологии. Коммуникации, компьютеры, все это замечательно. Но существует опасность потерять связь со всей своей общиной. Потому что вам придется пожертвовать чем-то приватным, чтобы отдать часть своей жизни общине. В результате этого вы ничего не потеряете. Первая община жила вместе. Они встречались по домам. Посещали дома друг друга. Это образ жизни мессианских евреев. Они молились. Вникали в учения апостолов. Они говорили о своей вере. Они постигали жизнь вместе. Бог хочет, чтобы такая жизнь была как в Израиле, так и за Его пределами. Знаете, во что я верю? Я верю в отношении нашего еврейско-мессианского движения. Бог призывает нас на новый уровень, в новое место. Я верю, что Он зовет нас вверх. Он зовет нас обратно в эту реальность. Мы не должны гордиться. Мы не должны думать, посмотрите, какие мы особенные. Мы должны снова узнать о еврейских корнях Нового Завета. Мы не можем гордиться. И не останавливаться. Мы еще не завершили. И это все, что есть? Нет, мы еще не достигли уровня книги Деяний. Это был предыдущий дождь. Бог даст поздний дождь. Он говорит, что поздний дождь будет еще более величественный. Поэтому давайте начнем с этого. Нам нужно больше веры, больше святости, больше смирения, смелость, любовь и виденье. Аллилуйя! Как в самом начале. Как в Израиле. Это наше наследие, как движение. Мы можем посмотреть на первое столетие и сказать, именно тогда началось наше движение. Но только если мы глянемся назад и скажем, с этого нужно брать пример, это наши отцы веры, то тогда мы должны желать то, что было у них. Мы должны возревновать о том, что было у них. И это подводит нас к шестому аспекту мессианской общины в Израиле. В первом столетии первые мессианские евреи были апостольскими. Что это значит? Это означает посылать. Не держать всех в нашей общине. Отсылать. Вот почему я сравниваю нашу общину в Израиле. Это оазис. Что происходит в оазисе? Люди получают помощь, исцеление, они улучшают здоровье, получают продовольствие, приобретают свежие силы и снова возвращаются на свой путь. Знаете, почему некоторые из наших общин не растут? Потому что мы пытаемся удержать всех при себе. Возлюбленные, время идти. Пришло время стать как апостолы. Время начать новую общину. Время отсылать команды. Для евангелизма и основания новых общин. Время подготавливать новых работников. И затем отпускать их. Это то, что они делали в первом столетии. Посмотрите на восьмую главу книги Деяний. Имеет ли это какое-то отношение к Алии? О, конечно. Потому что, совершая Алию и возвращаясь в Израиль, Бог восстановит эту реальность. Я чувствую, что должен сказать вам нечто. Не из-за того, что я живу в Израиле. Но потому, что это правда. Бог снова хочет сделать Израиль центром мессианской еврейской веры. Мы можем принять очень многое. Учиться у всего остального мира. Но Бог желает показать, какова была на самом деле первоначальная апостольская вера. И продемонстрировать это через Израиль. Будете ли вы молиться вместе со мной об этом? О восстановлении настоящего мессианского иудаизма в Израиле. Это окажет влияние на весь мир. Это принесет плод, даст воскресение. Глава восьмая. Книги Деяний. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Четвертый стих. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Они пошли везде, проповедуя Слово. Господь, снова дай нам такую же смелость. Сделай нас такими же бесстрашными, как и апостолов. Сделай так, чтобы мы были так же сфокусированы и продолжали проповедовать, как и апостолы. Затем в 13 главе Они собрались вместе в Антиохии. Пророки и учителя. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Когда мы находим талантливого человека и зрелого человека в нашем обществе, мы отсылаем его? Или говорим, о, нет, теперь ты будешь помогать мне? Я не против формирования команд служения. Я очень верю сильно в командное служение. Но это командное служение ориентировано на воспроизведение. Хочу рассказать вам один пример. В нашей общине Бог дал мне помощника, духовного сына. Он родом из Белоруссии, бывшего Советского Союза. И он работал со мной. Помогал вести общину. Такой удивительный помощник. Конечно, он свободно говорит по-русски, но также и на иврите. И он принимал все, что я давал ему. Он начал вести общину вместе со мной. Это сняло с меня такой груз. Но, вы знаете, если вы начинаете общину, то Папа должен делать все. Этот молодой человек становился более зрелым, возрастал, брал ответственность в определенных сферах служения. Мы работали вместе, как и несколько других парней. Однажды он подошел ко мне и сказал, «Эйтан, как насчет Хайфы? А наша община находится с северной стороны Хайфы, в местности, которая называется Крают. Имя этого молодого человека — Леон. Леон говорит, «Я думаю, что мы должны начать общину в Хайфе. Давай сделаем это вместе, как здесь, в Оле-Рахамим. Я сказал, «Твоя первая идея хорошая». Я молился о Хайфе многие годы и верил, что мы должны что-то там сделать. Но я не согласен со второй частью. Каждой общине нужен Папа. У общины не может быть трех Пап. Ты должен это сделать. Леон, Бог обращается к тебе. Ты должен решить, хочешь ли ты стать отцом новой общины и посвятить себя этому. И теперь я знал, что для меня это означало бы потерю. Но мы все так же бы работали вместе в родственных общинах. Но Он не смог бы отдавать свою энергию в своей центральной общине, Оле-Рахамим. Это был Бог. И я знал, что должен позволить Ему уйти. Я отослал Его. И почти 50 человек ушли вместе с Ним. Это была большая потеря для общины. Мы отослали наших самых лучших людей. Но что же мы приобрели? Сейчас там есть вторая община. Она процветает. Многие люди пришли к вере. И теперь они отсылают свои собственные команды. Апостольское воспроизведение. Это будет стоить тебе. Ты должен отпустить служение. Ты не можешь всегда удерживать талантливых людей. Мне нравится это. Это по-апостольски. По-мессиански. По-библейски. Это то, что делает Ишуа, когда мы отдаем все Ему. Хорошо. Это был первый раздел. Единодушие. Божий план для мессианской общины в Израиле. Вторая часть. Знамение ободрения. Хотел бы дать Ему такое название. Знамение ободрения. Фото мессианской общины в Израиле в наши дни. Это не подробный план. Люди пишут об этом книге, делают исследования. Посещают общины. Это просто короткий обзор. Вот что я вижу. Бог хочет ободрить вас через события. Мессианская община была восстановлена и до сих пор восстанавливается в Израиле. Сабры приходят к вере. Коренные жители Израиля. В таком большом количестве, как никогда раньше. И общины созидаются таким образом. Одна община, в частности, в области Тель-Авива, в которой приблизительно 200-300 человек. Многие из которых коренные израильтяне. Российские иммигранты в большом количестве приходят к вере. Благодаря чему количество верующих в стране возросло примерно до уровня 10 тысяч. Это немного по сравнению с общим населением Израиля, в 5,5 миллионов человек. Но это много по сравнению с тем, что было раньше. Может быть, 25 лет назад. 30 лет назад. Во всей стране было менее пяти общин. Менее 500 верующих. В те дни вы могли лично знать каждого верующего по имени. Теперь это невозможно. Недавно на одном собрании было более 500 человек. Собралось вместе где-то 8 или 10 общин возле Кенерета, моря Галилейского. Мы хорошо провели время. Там были общины отовсюду. Проповедь на иврите и прославление Бога. Они погружают новообращенных в Галилейском море. Это замечательно. Это знамение ободрения. Эфиопские верующие в стране. Например, мой зять. Их число растет. И молодые эфиопские евреи заинтересовываются в Йешуа. И вовлекаются в общины. Бог действует среди них. Также в стране очень много верующей молодежи. У меня была возможность участвовать в молодежных конференциях, где собиралось до 150 мессианских подростков. Поклонялись Богу посредством громкой музыки и игр из Божьего Слова. Молитесь о пробуждении среди молодежи Израиля. Эти молодые люди идут служить в армию. Есть очень много верующих солдат в наши дни. Наверное, 80 или 100%. Они молятся друг о друге. Бог дает им возможность делиться своей верой. Жизнь в армии очень тесна. Вы находитесь на грани жизни и смерти. Вы должны зависеть друг от друга. Многие мессианские верующие становятся военно-командующими в офисах. Один офицер высшего ранга сказал следующему мессианскому отцу. Вы, имея в виду мессианских евреев, подготавливаете очень хороших солдат. Молитесь, чтобы Божья защита была на них. Молитесь о пробуждении в израильских вооруженных силах. Чтобы их вера распространялась. Чтобы мессианские офицеры и военно-командующие были превосходны. Чтобы другие солдаты приходили к ним. Может быть, ночью, как Никодим пришел к Ешуа. И спрашивали, «Почему ты такой?» Что-то нас привлекает в тебе. Как ты ведешь нас. Я вижу, что ты не эгоистичен. Я вижу, что ты не гордый. Я вижу, что ты любишь нас. Почему ты такой? Мы должны молиться об этом. Это ободрение для вас. Лидеры общин собираются вместе. Я недавно был на молитвенном ретрите в пустыне, где собралось приблизительно 50 лидеров по единственной причине искать Бога и подружиться друг с другом. Там было представлено много разных общин. Некоторые люди говорят, «Почему между верующими Израиля нет единства?» Я не согласен. Конечно, какие-то разногласия есть. Помните, мы страна. Если вы сравните Израиль с любой другой страной, где верующие не разговаривают друг с другом, у нас большинство лидеров встречаются вместе для молитвы, заботятся друг о друге. Давление, оказываемое на нас, одна из причин, по которой мы держимся вместе. В каждом месте, где есть гонение, это приводит к большему единству. Я люблю моих друзей-лидеров в Израиле. Между нами существуют взаимоотношения высшего уровня, и эти взаимоотношения развиваются. Также молитесь об этом. Это ободрение для вас. Верующие арабы и евреи встречаются вместе. Это прорыв. Это свидетельство для всей страны. Проходят детские лагеря. Общины приобретают здания. Начинаются библейские школы. Мой сын Давид будет учиться в одной из таких школ в Иерусалиме. Их цель — подготавливать новых лидеров, чтобы подготовить настоящих учеников. Это знамения ободрения. Издаются книги и печатаются трактаты. И намного больше общин необходимо насадить. И укрепить уже существующие общины. Для вас есть много работы. Для вас — новых иммигрантов. А те из вас, кто знает Господа и знает, что Он делает, это необычайное время. Бог делает прорыв в Израиле. Мы должны быть вовлечены в это. Наступит импульсный толчок. Будет жатва. Должно быть излияние позднего дождя. Пожалуйста, молитесь с нами. Верьте с нами. Бог говорит, что это произойдет. Итак, когда вы приезжаете в Израиль, как Оле или Ола, как я уже убедительно настаивал, вам нужно найти общину. Найдите мессианских лидеров, за которыми вы могли бы следовать и с которыми могли бы сотрудничать. Найдите общину, через которую вы могли бы выражать свою веру. Что же вам следует и чего не следует делать? Что делать, а что не стоит делать? Возьмите свои ручки. Я хочу, чтобы вы помнили это. И когда вы приедете в Израиль, то лидеры общины будут очень рады, что вы слышали это. Люди в вашей общине еще больше оценят вас. Давайте начнем с того, чего не стоит делать. после своего приезда в страну. Пожалуйста, не говорите, что Бог послал вас в Израиль с целью служения. Общинам не нужно этого слышать. Во-первых, у каждого есть служение. И ваши слова будут звучать слишком сверхдуховно. Вы должны посвятить себя практическим аспектам. Только не едьте в Израиль и не думайте, «Ох, я начну новое служение». Вы даже не знаете, что для этого нужно. И если это воля Бога, то многие события должны произойти в начале. Я думаю, что рассказывал вам об указаниях Бога ко мне. Не думайте, что вы начнете новое служение. Не думайте, что вы станете лидером общины. Будьте готовы срывать апельсин из дерева. И знаете что? Бог на самом деле благословил это. И Он дал мне замечательные взаимоотношения с местным населением и лидерами. Потому что я не преподносил себя как лидера. Я узнал, что снова начинал. С самого начала. И был шокирован, как быстро Бог продвинул меня вперед. Не проводите все свое время с людьми, которые говорят на вашем родном языке. Потому что это станет препятствием изучения языка. И вы не сможете акклиматизироваться, так сказать, освоиться. Не полагайтесь на помощь общины. И финансовую поддержку от правительства. Не ища работу. Лучше найдите работу. Будьте обыкновенным человеком. Не поглощайте все ресурсы. Потому что Бог послал вас сюда, чтобы проводить все свое время в молитве. Может быть, вы смеетесь. Но люди приезжают с таким настроем. Пожалуйста, не сравнивайте вашу новую мессианскую общину с вашей бывшей общиной. Они не могут быть одинаковыми. Во всем мире нет двух похожих общин. Поэтому забудьте это. Вы должны найти новую общину. Конечно, вы будете вспоминать то, что дорого для вас. Но никогда не найдете идентичного. И вы разочаруетесь. И усложните жизнь вашим новым лидерам. И другим людям в общине. Если вы скажете, «О, где я был раньше?» Они делали это абсолютно по-другому. Честно говоря, я ненавижу, когда люди говорят мне это. Можно вносить конструктивные предложения. Но не говорить постоянно «О, в моей общине». Иногда я хочу сказать, «Подожди минутку, теперь это твоя община?» Ты вообще-то уехал из той общины? Это немного похоже на события книги «Бытие». Мужчина и женщина должны оставить своих родителей и прилепиться друг к другу. «Хорошо, твоя община в той стране — это твоя мама». Это правда. Но теперь Бог призывает тебя к новым взаимоотношениям. Поэтому освободитесь и начните новые взаимоотношения. И знаете, что было бы хорошо для вашей общины дома? Наладить взаимоотношения с вашей новой общиной. Как партнеры в Алии. Как партнеры в мессианском пробуждении. Не ожидайте, что вы окажетесь на том же уровне лидерства, какой был в вашей бывшей общине. Можете ли вы дважды войти в одну и ту же реку? Не сосредотачивайтесь на служении, а на освоении в новой стране. Придет время, и Бог даст вам ответственность в вашей новой стране. Но не в самом начале. Пусть ваши дары сами скажут за себя. Итак, это были советы, чего вам не следует делать. Что же вы должны делать? Это довольно-таки просто, и вы это уже знаете. Служите. Учитесь. Слушайте. Наблюдайте. Ободряйте. Много молитесь. Будьте другом. Пропитайтесь видением вашей новой общины. Наводите мосты. И поклоняйтесь Богу. Много. Вы должны делать это. Через это. Вы станете ценным членом вашей общины. Бог будет использовать вас. Вы сделаете значительный вклад в Израиль. Люди будут рады, что вы совершили Алию. И Бог будет использовать вас дальше. У вас есть достаточно времени. Я видел так много людей, которые по их приезду сразу же пытались прыгнуть в служение. И некоторые начинают служение на своем родном языке, не изучив иврит. Это такая близорукость. Это не то, в чем нуждается страна. У вас всегда будет возможность служить на вашем родном языке. Уделите время. Шесть месяцев. Год. Я говорю, даже если у вас будет два года, чтобы погрузиться в язык, чтобы вы были посланником, слугой, чтобы вы стали частью общества, частью вашей новой общины, частью тех исторических событий, которые осуществляет Бог. Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok